здесь тень неудачно падает как ее повернуть то так так ну и что мне с тенью теперь делать ну вот так буду держать что ли но попробую попробую держать на весу каких условиях я не работал по елки-палки во всех и так у меня есть гелевая ручка у меня есть ручка перьевая у меня есть но не знаю брать ли браш пен не буду брать но и еще у меня есть ручка с водой а вот это мне нужно для того чтобы оправдать рисование чернилами еще раз хочу рассказать что дело в том что когда мы выбираем тот или иной материал то мы должны иметь этому обоснование оправдание когда есть оправдание то это честно да то есть если мы берем чернила то чернила должны растекаться каким-то образом или еще как-то я вот беру это вот так вот в руку беру это вот так но будем рисовать да и вот тут у нас сверху деревья чтобы эти деревья нарисовать мы сделаем вот следующий вот о чем я говорил вот для чего мне нужна вода вот почему я беру чернила чтобы делать вот такие вещи все и и вот тогда я имею оправдание тогда я имею оправдание почему я взял чернила все деревья они вот имеют вот такую вот еще можно добавить да деревья очень замысловатые как бы ты его не рисовал природу не переплюнешь все равно дерево замысловатие у человека в движениях есть структурность и она часто не совпадает с движением природы найти вот поймать но не очень удобно конечно держать на весу я не сильно сопротивляюсь как бы сложностям по той причине что сложность вносит в рисунок дополнительную интересную формальную составляющую тут скамейка тут решетка решетка сложная но в основе лежит вот такой вот и здесь тоже их несколько там а тут посредине какой-то элементин такой ну не знаю надо ли это рисовывать и тут же стоит скамейка а я взял еще одну всегда брал по две ручки на всякий случай сегодня как нарочно как нарочно как нарочно сегодня не взял и она у меня забастовала кто жирно пишет кто не пишет там какие-то темные личности ходят мужик в шляпе пурят в шляпе стоит руки в боке так вот кузы выпятил вообще-то вот это то что я сейчас рисую называется центр реабилитации какой-то пьяница наркоманов были у меня знакомые которые сюда ходили ну что должен я сказать без толков может быть призыв сюда ходить ну типа это что-то здесь были анонимные алкоголики или еще что-то ладно вот тут дерево не дорисовано у нас а здесь за деревом то там же дом вот он так вот идет потом над ним нависает другой дом вот так вот он желтый такой да а этот дом красный я это запомню но сейчас запоминать нет нужды есть это аппарат вот даже камера есть я когда домой приду это все подкрашу вот ручка расписалась а то не писала что ей надо было что она забастовала сейчас все нормально красится так какие-то урночки стоят или что это а это клумбочки там дверь она стеклянная между прочим дверь то есть вот это дверь стекло тут рама такая а тут стоит механизм для того что тут вот такой лоб с вертикальной деревянной тут вот вот эта стена красная а там еще трубы какие-то ой там их много труба она ну это видимо вытяжка какая-то что ли там еще кондиционер какой-то или трансформатор висит под крышей да там еще наслоение всякое ну мы еще сейчас до самого интересного то не дошли сейчас дойдем до самого интересного вот вот здесь на переднем плане у меня будет тоже решетку вот это вот пока ее еще рано рисовать там какое-то торчит слуховое окно вот 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 такое вот и шифером кстати говоря вот так вот покрыто интересно ну а что интересно правильно оно такое большое в этом слуховом окне там есть еще вот такая вот окошечка здесь такая мощная тень поэтому вот а там за ним тоже дом какой-то такой вот с кровлей здесь на крыше что-то навалено вот а там вот такая вот кровля у дома который за ним там крыша а тут спереди стоит беленький домик небольшой совсем вот у него тоже вот такая вот из шифера крыша четырехскратная скатная кромля такая вот announces вот вот и вот Вот этот фасад И там полоска другого фасада Бокового Она такая яркая А здесь Все уже обезображено Современными какими-то этими Стеклопакетами Варвары, которые Совершенно не понимают Как бы красоты Настоящей архитектуры Они город испоганили Этими своими стеклопакетами Там машина стоит Ну вот что, рисовать? Нет Я буду рисовать нормальное окно Я не буду варваром Таким же, как эти самые А тут еще снег вообще-то лежит Но я его тоже рисовать не буду И тут кусты Вот здесь на переднем плане Как бы продолжение Вот этой вот решетки Здесь вот урна стоит Она черная Характерная И в стиле этого орнамента Ну хорошо Дизайнер все-таки здесь Один был И он поработал Кстати, этот уголок Дизайнерский сделан Более-менее нормально Надо сказать Опять перестало Но как нарочно Как только доходит До ответственного Какого-то места Ручка перестает писать А может быть от холода Все-таки холодно Однако Вот не хочет Мне нужна толстая линия А он не дает ее Перо Да еще на весу работаю Тоже не очень удобно Здесь, значит, опять решетка Много-много Здесь опять Эти полупруглые Орнаменты Руки замерзли уже Вот А здесь фонарь Большой Ну большой Потому что он впереди Как-то вон Ничего в нем Большого нет Да Еще выше Да Он же выше Этой кровли Выше Да Вот Вот Опять перечка Перестала писать Ну что Брашпен С кисточкой В этом отношении Менее Капризный Вот Здесь мы нарисуем Этот фонарь Вот здесь вот такой вот Ну что И фонарь сделан в стиле Видите Вот Вот эти изгибы В обратную сторону Они Смотрите Есть в решетке В ограде Вот эти вот такие вот Видели я здесь рисовал А в фонарях есть На контрасте Или как бы На нюансе может быть Ну то есть В противоположности Этому Сделаны вот такие И сразу понимаешь Что это делал Разумный Человек Разумный И круглые фонари Тоже Разумно Дурак бы сделал Их Какими-нибудь Другими А здесь шары Именно и нужны Ну потому что Вот здесь Чистые круги Там Много-много Кустов Там Мы нарисуем Настоящее окно А не Нынешние стеклопакеты С этими Салами С такой И вообще Много-много Здесь веток Здесь все в ветках А я опять Начинаю замерзать И пойду Доделывать Домой Да Там вот дом С окнами Да Ну я их потом Прорисую На весу Все-таки Неудобно рисовать И ручка Регулярно Отказывает Она пишет Домик пишет Сюда получился Вот такой вот Да Домик-то я не дорисовал Ну а что Его дорисовывать Два окна Маленький Какой-то Как избушка Белая Вот Но он не вошел У меня здесь Вот здесь у него Еще такой пристрой Есть Здесь вот самое главное Чего не получилось Сейчас Но я потом это добавлю Черные-черные силуэты деревьев Вот А тут Вот за этим домом Вот этот вот ряд Уже многоэтажных домов Вот он там Но я потом его дорисую Да И еще Надо нарисовать Вот здесь вот Здесь вот Здесь вот Фонарь Тоже Ёлки-палки Да Вот он Все Всё, я замёрз. Пульмерный вариант закончился, тем более мне кто-то звонит.